Кто о чем, а я по-прежнему о поправках. Как известно, на 10 февраля были назначены вторые чтения в Государственной Думе. Однако сегодня, 9 февраля, на заседании профильного комитета, то есть комитета по образованию и науке, произошла важная вещь, а именно было предложено продлить срок работы над поправками еще на несколько дней. Обсуждение было довольно интересным, можно найти файл с видео и его посмотреть. Предлагалось, собственно, два варианта. Первый, который в итоге был принят, это именно отложить на несколько дней, то есть дать возможность еще несколько дней рабочей группе поработать с поправками. Что это означает? Это означает, что все-таки мы смогли донести нашу озабоченность до депутатов, и в том виде, в каком поправке прошли первое чтение, они приняты точно не будут. Это очень существенно. Причем можно надеяться, что изменения не будут совсем косметическими, потому что иначе не потребовалось бы дополнительное время для работы над поправками. Так что можно считать, что это хорошо. С другой стороны, все-таки есть ощущение, что у заметной части депутатов есть желание после этого редактирования поправки принять. Что говорит в пользу такого сценария? На том же самом заседании Наталья Кравченко из общественной палаты было предложено отложить вторые чтения на более значительный срок и провести, например, на базе общественной палаты еще одни общественные слушания, чтобы обсудить, что не так с поправками. Как я понимаю, поскольку это все-таки заседание именно Комитета Государственной Думы, то предложения на голосование могут выносить только депутаты, члены Комитета. И член Комитета Олег Смолин предложил отложить поправки на больший срок и провести круглый стол в Государственной Думе. Однако эта идея не получила, к сожалению, поддержки. Более того, была высказана, на мой взгляд, очень смешная мысль о том, что давайте мы вначале примем поправки, а потом проведем круглый стол. Поскольку формально действительно принятием поправок весь вопрос не исчерпывается, как вы помните, нужно принять еще кучу подзаконных актов, с помощью которых министерства и всякие другие ведомства будут регулировать работу просветителей. Но вот это предложение, повторюсь, не прошло. И поэтому есть ощущение, что заметная часть депутатов все-таки хочет после редактирования, возможно, значительную поправки принять. Однако уже сейчас ясно, что в любом случае голосование во втором чтении не будет единогласным. Есть достаточное количество депутатов, которые очень критично настроены к поправкам. Прошла, например, видеоконференция Миронова с участием Алексея Рыбовича Хохлова и Владимира Георгиевича, с ордена, и Миронов, по крайней мере, заявил, что он будет рекомендовать своей фракции голосовать против законопроекта, то есть вообще против. Это, в общем-то, хорошо. Таким образом, можно считать, что, хотя никакой победы нет, нельзя считать, на мой взгляд, это первой победой, но есть некоторые существенные достижения. То есть действительно мы достучались, и это важно, поскольку таким единым фронтом выступили и представители науки, включая постановление Президиума РАН и просветители в разной форме, включая, например, письмо руководителя 17 просветительских проектов. Но кроме этого было много всего важного, включая работу проекта Архея, включая замечательный ролик Сайван, ну и много всего другого, например, то, что делают ребята из науки ПРО. Кроме этого было, как вы знаете, письмо деятелей культуры, которые также предлагают просто отозвать этот законопроект. В общем, есть довольно большая активность, и, повторюсь, есть очень серьезное основание считать, что, по крайней мере, поправки будут сильно отредактированы. Но, тем не менее, я, по крайней мере, остаюсь сторонником того, что законопроект нужно отзывать полностью, поскольку исправлять его достаточно трудно. Но можно пофантазировать, в какую сторону его могут исправить. И в результате поправок, на мой взгляд, все равно кому-нибудь будет плохо. Скорее всего, плохо будет образовательным учреждением. И, возможно, кому-то с ним не связано. Поскольку поправки эти все-таки в закон об образовании. И поэтому единственный логичный шаг – это ограничить соответствующее определение просветительской деятельности именно образовательными учреждениями. То есть сказать, что примерно все, что есть в первых трех поправках, применимо к просветительской деятельности в стенах образовательных учреждений. Повторюсь, я все равно был бы против таких поправок, но мне кажется, что это один из самых логичных путей для значимого редактирования. В итоге этого редактирования вне поправок окажутся всякие независимые проекты, независимые лектории, YouTube-каналы. И вообще говоря, в основном то, что вызвало большой резонанс. И здесь хочется обратить внимание на то, что голос вузов и школ пока слышен не очень. И в оставшиеся несколько дней я бы на месте соответствующих людей и заботился бы этой проблемой, поскольку можно еще успеть донести до депутатов мысль о том, что, возможно, вузы и школы не рады, если на них свалится дополнительная бюрократическая нагрузка, связанная с урегулированием их деятельности вне образовательных программ. А по сути именно на это и направлены поправки. И повторюсь, после редактирования вполне вероятно, они этим и ограничатся. Но это до некоторой степени мои фантазии. Пока же повторюсь, важно, что поправки будут редактироваться, редактироваться серьезно, и сохраняется возможность, что они, вообще говоря, могут быть отменены. То есть можно еще прилагать усилия для достижения вот этой самой цели. Что еще, на мой взгляд, говорит в пользу того, что поправки будут существенно отредактированы или могут быть отменены? Есть большая дискуссия на эту тему. И авторам проекта или каким-то их коллегам приходится выходить на публику и оправдываться. Говорить, что же они имели в виду, что они имели в виду совсем не то, что написали. Они сейчас все перепишут. И вообще говоря, прямо чудесарость чудесная, напишут в министерских инструкциях, которые все реально и будут регулировать. Но при этом им задают один простой вопрос. Ну вот один из ярких примеров. Можно посмотреть программу «Правда» на общественном телевидении. Там ведущий очень настойчиво спрашивает у депутата, сторонника этого проекта. Говорит, а какие примеры? Чего вы, собственно, боитесь? И крайне показательно, что в разных интервью разные люди не дают никакого содержательного ответа относительно того, что же они имели в виду, с чем они борются. То есть уже очевидно, что они не борются там с лженаукой, с какими-то неправильными изложениями научных теорий, но внятного четкого ответа, с чем же они хотят бороться. Поскольку, напомню, все поправки носят сугубо ограничительный характер, некого поддержки, помощи, там вообще речи не идет. Так вот, с чем же они хотят бороться? Высказывали самые разные и, ну, до некоторой степени забавные утверждения, вообще говоря, кто-то вспоминал исламских террористов. То есть хочет сказать товарища сенатора, так немедленно бегите и вносите поправки в закон об экстремизме. Если вы сделали такой ужасный и плохой закон об экстремизме, что он не дает вам бороться с терроризмом, так скорее исправляйте свои ошибки. Что же вы трогаете просветителей и закон об образовании? Кто-то говорит еще о чем-то, кто-то поминает Сороса. Вот в замечательной программе на ОТР соответствующая депутат просто сказала Соросовщина. Это какое-то замечательное такое слово. Соросовщина. Потрясающе, на мой взгляд. Все это на фоне того, что соросовские программы давно не действуют в нашей стране, если не ошибаюсь, деятельность фонда запрещена. И хочется тогда услышать, а кто же? Примеров нет. В одном еще очень забавном интервью нам напомнили об ужасной лекции какого-то человека из Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы при президенте Российской Федерации, где, по сути, он отрицал Холокост. Это потрясающе забавный пример. Потому что, на мой взгляд, если что-то не так в Народном Хозяйстве и Государственной Службе при президенте Российской Федерации, так снова надо идти и там что-то исправлять. А вовсе не в законе об образовании. У этого человека явно нет никаких зарубежных грантов. Получить какой-нибудь европейский грант на отрицание Холокоста это потрясающе просто было бы, наверное. Это совершенно невозможная штука. И в этом смысле, повторюсь, ни один защитник поправок, ни один депутат, выступающий за эти поправки, публично в каких-то разговорах, не смог привести ни единого внятного примера. И поэтому все большему количеству людей становится понятно, что этот закон – это некая такая халтура, написанная для борьбы с какими-то фантомами, которые, по всей видимости, существуют в первую очередь в главах авторов этого закона. И поэтому достаточное количество здравомыслящих людей при вот том большом информационном потоке, который, к счастью, удалось организовать, запустить. Организовать здесь, конечно, неудачное слово, поскольку все это происходит совершенно сетевым низовым образом. Разные люди из разных каналов узнают о вот этой странной, вообще говоря, проблеме с поправками и высказываются на этот счет. Журналисты могут приглашать, например, депутатов, которые пытаются в том числе и защитить этот законопроект. Только вот видно, когда все это выносится на яркий свет, что защитить эти поправки не получается. Но мы будем ждать, очень существенно следить за событиями. Повторюсь, история не закончилась, и, возможно, она даже не близка к завершению. Второе чтение – это, вообще говоря, тоже не конец истории, кроме того, что есть третье чтение, есть дальнейшие процедуры, включая подписание соответствующего законопроекта президентом, после чего он, собственно, становится законом. Так что на все это можно влиять. Что же нужно делать? Первое – нужно, чтобы не произошло забывание об этой проблеме. То есть, если все это сдвигается и откладывается, важно не забыть, важно не решить, что «ну, теперь все хорошо, сдвинули на несколько дней, вот она победа, можем идти пить чай с тортом». Нет, если о проблеме забыть, то все эти поправки можно еще в последующих редакциях откатить назад. Поэтому за этим надо следить, нужно продолжать высказываться, нужно, чтобы, по крайней мере, не исчезало влияние средств массовой информации, общества, через социальные сети, еще каким-то способом к этой проблеме. И второе – по-прежнему я хочу призвать всех писать письма депутатам. Причем речь идет не об известных депутатах, не о депутатах в теме. Они, скорее всего, и так знают о том, что происходит, они за этим следят. Но важно понимать, что, а, депутатов много, б, законов много. Желающие могут почитать календарь Государственной Думы. Там, правда, очень такое плотное расписание, разные люди занимаются разными проблемами. И подавляющим большинству депутатов Государственной Думы может быть и не очень интересно, что там происходит с этими просветительскими поправками. Это не их область деятельности. Они могут заниматься, не знаю, рыболовством, лесным хозяйством, еще чем-нибудь финансовыми рынками. И важно донести до них всю эту обеспокоенность, донести какую-то основную аргументацию, почему эти поправки нелогичны, вредны, почему часть из них просто не будет работать, почему они просто дублируют другие законы. В общем, описать эту картину, которая уже многократно довольно хорошо разобрана в разнообразных СМИ. И, повторюсь, делать все это очень легко. Написать электронное обращение к депутату на сайте Государственной Думы очень просто. Все эти обращения действительно помощники депутатов будут распечатывать и, по крайней мере, докладывать о сути самим депутатам. И в оставшиеся несколько дней до второго чтения, я думаю, это одна из самых таких простых и лучших вещей, которую может сделать каждый из вас. И у нас по-прежнему остается надежда на полную отмену этого законопроекта. Продолжение следует...